За этот год в Рязани будет отремонтировано около 300 лифтов. Все они отслужили положенный 25-летний срок и нуждаются в техобслуживании. В идеале процедура должна занимать считанные дни, однако на деле рязанцы вынуждены пользоваться лестницами по несколько недель. Как избежать физкультуры поневоле, расскажет Жанна Алпатова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Анна Павловна недавно отметила юбилей, 90 лет. На здоровье жаловаться не привыкла. Даже несмотря на слепоту, в любую погоду три раза в день выходила гулять. Но теперь пенсионерка выходит на улицу только тогда, когда после работы приходят внуки. Подниматься, спускаться, естественно, тяжело. Сейчас она даже, наверное, скорее всего, уже второй раз и не пойдет, потому что она сказала, что у нее заболела и коленка, и рука. Ну, сами понимаете, человек 91 год. Причина вынужденного затворничества – остановленный лифт. В итоге старики, дети, инвалиды взбираются по этажам. В доме считают везунчиками тех, кто живет ниже четвертого. Девушка, тяжело вам поднимать без лифта? Тяжело. В этом году в Рязани планируется отремонтировать около 300 лифтов. Вся работа производится за счет собственников жилья. На данный момент получение заключения и дальнейший ремонт занимает около двух недель. Но этот срок можно было бы сократить как минимум в половину, если бы управляющие компании были более расторопны. В соответствии с техническим регламентом, те лифты, что отслужили более 25 лет, должны пройти диагностику. Вот только об этом жильцов этого дома не предупредили. Мы за лифт платим, да, за использование лифта. Но если надо делать диагностику, это должно как-то очень и очень сильно заранее происходить. Но вот так в ультимативном порядке с 13 мая выключен лифт и все. Так не делается. Для проведения диагностики требуется 20 тысяч рублей. В управляющей компании пообещали, что до 1 июня лифт будет введен в эксплуатацию, даже если жильцы не успеют собрать нужную сумму. Сейчас проводится диагностика. В результате диагностики выявляются, какие дефекты в лифтах есть. Устраняются дефекты уже другой подрядной организации. То есть сейчас ООО техлифт проводит диагностику, дает предписание лифт-ремонт-сервису, который обслуживает данные лифты, на устранение неисправностей. И дальше лифты включаются, независимо от оплаты жильцов. Эти жильцы не одиноки в своей проблеме. Еще 10 лифтов в Рязани внезапно остановили. Недовольные собственники собираются подать в суд на коммунальщиков. А ведь этого конфликта можно было бы избежать, если бы управляющие компании вовремя сообщали о необходимости сбора денежных средств и о предстоящем отключении лифта. Жанна Алпатова, Александр Бредихин, Вести Рязань.